Всем привет, друзья! Это канал Роза Заноза и я, Светлана, и Олег Сергеевич, который набирает воду из колодца. Олег Сергеевич, помаши товарищем! Вот так! Сейчас сопли податру. Мы приехали в деревню, как всегда, за водой. И как всегда, я хочу, не как всегда, а уже последние разы, я хочу немножко почистить укрытие, потому что многие из вас видели, что творится, какой снег. Так, вот. И вот Оля 40 соток показывала, там у нее метровые сугробы. Ну вот один я почистила. Здесь у Олега оставались сантехнические трубы, и он их использовал. Здесь сидит три лиолы, и я сюда пересадила Ангелу. Вот. Здесь сидят малявочки, немножечко их очистила. Они сидят под хворостом, под такими подветками, но все равно очистила, не хочу, чтобы сломалась. Так, здесь сидит Роза Романтик. Она сидит под дуги, 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 дуги из чего? Из пластиковой арматуры. Ну, пока не провалились. Вот. Вроде бы ничего, нормально. Но все равно вот эту шапку снега я сняла. Она уже становится тяжелой. Вот он уже весь кусками. Я, конечно, переживаю за многие остальные, поэтому сейчас все-таки немножечко почищу. Вот, дорогие друзья, вот чем занимаются зимние розоводы. Летом они кверху попой... Я его нашла! Нашла? Укрытие нашла! А? Не провалилась! Не провалилась! Вот так радуются настоящие зимние розоводы. Летом они кверху попой стоят над своими розами, а зимой они кверху попой... Ты говорил, что тебе нравится! Мне всегда нравится... Ты говорила, чтобы я не пошлил, поэтому я не буду продолжать. Вот. Поэтому наблюдайте красивую картину уборки снега для роз. Красота! Иди помогай, жена работает! Нет! Ой! Так, наша беседочка с нее... Фу! Съехал снег! Мю-ю! Вы видите это? Блин! Хорошо, что у меня розы вот здесь под козырьком посажены. Но все равно это очень много. Глыбы. Просто глыбы снега. Блин, ский кот. Ладно, пробираюсь. Ютить. В теплицу. Блин, по колено. Идти тяжело. Так. Ну-ка. Вот это пока была. О! В эту насыпала снежку. Надо мыть будет. Хотя нет. Надо менять уже. Здесь поликарбонат. Так. О! Сейчас. Простите. Так. Один, два. О! Сейчас. Блин! Пробралась. А тут... А тут засада. Ёшкин кот. Это плохо. Хотела убрать черный латросил. А тут придется убирать сугроб. Блин. Смотрите. Красотка. Вообще трэш. Вот каждый раз думаю, надо какие-нибудь собаки купить. Вот такие удобные ботинки докатлоновские. У них никогда не холодно. Ну, зараза, снег попадает. Так. Это надо убирать. А что у меня... Так. Ну что? А что у меня под этим латросилом? А под ним? Ага. А под ним ничего. Его снимать нельзя. Ха-ха-ха. Три раза в зал. Кто у нас тут? Малинка. А ягодка малинка. Вот так куча всякой еще живности. Так. А вот тут вот... Блин. Дырка. В дырку нападала снега. Целый сугроб. А у меня здесь как раз все самое ценное. Здесь гортензии. Блин. Сейчас буду откапывать. Так. С сугробом. Фу. В теплице придавило укрытие. И здесь в самом конце у меня мои новенькие гортензии. Так. Энда. Какой-то... Господи. Pink and rose. Так. Что у нас тут? Little blossom. Так. Сейчас. Сейчас. Вообще выглядят нормально все вроде. Так. Что-то еще blossom. Строубери blossom. Так. Кто у нас тут еще, друзья мои? Давайте. Что-то... Так. Блин, не вижу. Кейт. Не знаю, что это. Так. Марина. А. Это, наверное, уже жимолость. Да. Это жимолость. Так. Так. Строубери blossom. Сказала. Так. Это жимолость лебедушка. Раз, два, три, четыре жимолости. И раз, два, три, четыре. И опять гортензий. Окей. Ну, ничего не сломал вроде. Тут тоже не знаю, что. Видать, что-то какие-то... Какие-нибудь там эти стоят. Короче, тут прикупано. Хрен знает, что. Ладно, весной разберемся. Главное, что не раздавило. Готов? Всегда. Дорогие розаманы. Еле дышу. Но хочу сказать. Первый опыт. Он самый ценный. И что хочу сказать. Сейчас речь пойдет о ваших дугах. Которые... Огуречные. Да, огуречные. Вот эти вот... Зелененькие. Металлопластики, говорят. Вот. Которые все советуют. Все говорят. Давайте закрывать. Давайте закрывать. Простите, скажу прямо. Полная ерунда. А если делать ее хорошо, то это нужно такое количество дуг, что легче купить машину. Подожди, ты имеешь в виду огуречные дуги или именно вот эти вот арматуры? Любые. А? Естественно, арматура... Ну, с тобой многие поспорят, Олег Сергеевич. Ну, ладно. Поспорят. Давайте докажу. Смотрите, что делается. Я знаю, что можно сделать хорошо из всего. Вот смотрите. Вот видите, маленькая подкова. Одна... Это рогалик! Хорошо, появится рогалик. Убираем. Смотрите, сколько снега. Это трэш. Аккуратно. Давайте вам толщину покажу. Ну, знаешь, у Ольги 40 соток, он метр. Вот здесь где-то около полуметра. Да. Это на самой макушке. А внизу там, я думаю, сантиметров 70. Ага. И? И вот смотрите, мы поставили дуги достаточно часто. Здесь часто, крест-накрест, да. И теперь, дорогой Муразуман, иди сюда. Ага, иду. И смотрите, что получается. Если снег скомкался, получилась вот такая вот ерунда. А-а-а, етить-колотить. Это же розочка прорвала. Да, не розочка прорвала. Опустился. Дуги просели? Даже не дуги просели. Ткань просела. Вот видите, дуги остались на месте. Вон там тоже. Вот смотрите, какая ямина. Это хорошо, что они там нагнутые розы. А вот здесь она торчит. И она прорезала. Но она пока зелененькая. Ее как-то сейчас закрыть надо будет. Сейчас моя красавица-жена закроет. Но вот такое вот получается. Поэтому дуги – это все ерунда. Олег Сергеевич, я тебе хочу сейчас скажу честно. Но. Это моя вина. Надо было на торчащие палки надеть какие-нибудь хотя бы старые эти самые. Носки. Дурак. Тогда бы розы не выжили, блин. Надеть эти горшки. Ты представляешь, сколько нужно так называемых ножков или горшков, если у тебя они вырастут по метру, по полтора. Они будут пригибаться. Это, конечно, вот именно, кошмар. Спасибо, Олег Сергеевич. Я обязательно покажу это нашим зрителям. Так, после слова. Я уже придумал, не буду говорить жене, как можно закрывать розы. Поэтому давайте вам крючочек закину. Летом мы вам покажем, как это будет выглядеть в будущей зимой. Хорошо, спасибо, друг. А вот куда я приехала. И мне пришел трек-номер, что мне пришла посылочка. А вот, вот она. Как это называется-то? Господи, как это птичка-то называется? Ну, короче, голубь почтовый какой-то мне что-то принес. Интересно, что же мне пришло? Как мило называется посылочка. Интересненько. А вот что там, я думаю, что мы увидим в следующем ролике. Будем здесь.